Здравствуйте! В этом видео продолжим тему скрытых секретных папок и файлов. Много комментариев о том, как сделать это максимально быстро и просто. Рассмотрим программу, которая позволит сделать это. Прежде чем начать, хочу особо поблагодарить спонсоров моего канала Владимира из города Алютуса, Андрея Николаевича из города Волгограда, Дмитрия из Калининграда, а также других спонсоров. Эти люди ежемесячно поддерживают этот канал материально, за что я им очень благодарен. А теперь приступаем. Не так давно в этом видео я показывал как поставить пароль на файл или папку. Я использовал для этого архиватор 7-zip. Это очень надежный способ. Кроме того, у меня есть еще вот такое видео. Там мы делали пароль с помощью программы, а также встроенными средствами Windows. Многие пользователи предпочитают именно такую схему. Положить в папку секретные файлы и скрыть ее с рабочего стола или из другого места где она лежит. При этом как правило используется специальная программа и пароль. Сегодня рассмотрим именно такую схему работы. У меня есть папка с разными файлами. Ее и будем делать секретной. Здесь есть видео, картинка и текстовый документ. Разумеется, это могут быть также программы, звуковые файлы, в общем любые файлы используемые на компьютере. Будем использовать программу WISE Folder Hider. В описании видео я подготовил линк на сайт программы. Под номером 2 нажимаю. На открывшейся странице мы можем скачать бесплатную версию программы. Нажимаю на кнопку Free Download. Установочный файл скачался. Для загрузки я воспользовался браузером Google Chrome. Подробное видео об этом браузере вы также можете посмотреть. Закрываю браузер. Открываю папку загрузки. Файл называется вот так. Запускаю его. Здесь подтверждаю. Закрою проводник. В первом окне установщика WISE Folder Hider. Принимаю лицелью. Нажимаю Далее. Путь установки программы оставлю по умолчанию. Нажимаю Далее и Установить. Если компьютер потребует перезагрузку, то лучше сделать ее сразу. Перед перезагрузкой лучше закрыть все программы и браузеры, если они у вас открыты. Оставляю верхний выбор. Нажимаю Завершить. Программа создала ярлык на рабочем столе, а также в меню Пуск. Запускаю программу. Здесь подтверждаю. При первом запуске программа сразу предлагает задать пароль для входа. Придумываем пароль и печатаем его в первое поле. Будьте внимательны, здесь мы не сможем проконтролировать, что мы ввели. Если ваш пароль состоит из цифр, то скорее всего вы не сможете ошибиться. А вот если вы решили сделать буквенный пароль, слово или парольную фразу, не забудьте проконтролировать, какая раскладка у вас включена. Русская или английская. Зачем так много букв про пароль? Дело в том, что забыть пароль очень просто, а восстановить пароль в бесплатной версии этой программы не так просто. Итак, я задаю простой цифровой пароль. Во втором поле снова ввожу тот же самый пароль. Нажимаю ОК. Готово, программа открылась передо мной. Теперь вход в программу только по паролю. Проверяем. Здесь программа предупреждает нас о том, что история скрытых папок и файлов будет видна в Проводнике Windows. Нас спрашивают, мы хотим очищать эту историю при закрытии. Если я отвечу Да, то такое сообщение появляться больше не будет. Снова открываю программу. Эта строка Забыл пароль работает только для платной версии. Ввожу пароль. Перед нами главное окно программы. Сразу посмотрим, где настройки языка. Если программа открылась у вас на языке, отличном от русского, а вы предпочитаете именно русский язык, то нажимайте на кнопку, внимание, не Settings, а Menu. Здесь наводим на предпоследний пункт, по-английски Languages и выбираем из списка русский. Теперь программа на русском. В принципе, я готов к тому, чтобы засекретить папку. Если вы видите и окно программы и вашу папку, то ее можно просто перетащить. Вот так. Как видите, папку больше не видно на рабочем столе. Можно закрывать программу. Папка скрыта. Теперь доступ к ней через программу, которую мы установили. Запускаю. Ввожу пароль. Нажимаю Enter. Скрытую папку можно открыть прямо из из окна программы двойным кликом. Папка открылась перед нами. Кроме того, как видите, папка снова появилась на рабочем столе. Можно делать с файлами, лежащими в папке, все, что вам необходимо. Копировать, вставлять, просматривать, запускать. В общем, это обычная папка с файлами. Закрываю ее. Второй способ скрыть файлы и папки. Использование кнопок. К примеру, я хочу скрыть папку, лежащую в документах. Нажимаю кнопку Скрыть папку. Нахожу в окне Обзор нужную папку. У меня это Документы. Внутри нее у меня есть папка Секретные документы. Вот она. Выделяю ее. Нажимаю ОК. Папка скрыта. Теперь она больше не видна в папке Документы. Давайте проверим. Как видим, папка пуста. Я добавил в программу две папки. Обе не видны в окне программы в виде списка. Если закрыть программу, то доступ ко всем добавленным в программу папкам через вход в эту программу с вводом пароля. Открываю программу. Ввожу пароль. Если нажать напротив папки кнопку Показать, то это будет аналогично тому, как я открывал папку из окна программы. При этом папка открывается в Проводнике и появляется на Рабочем столе. Можно открыть так обе папки. Поработав с папками, можно просто закрыть окно программы. При этом папки снова невидимы и доступа к ним нет. Как видите, здесь написано, что папка пуста. Это папка Документы. А здесь у нас вместо секретной папки просто открылся Рабочий стол. Программа позволяет задать индивидуальный пароль для каждой позиции в этом списке. Например, я хочу сделать отдельный пароль к этой папке. Для этого нажимаю на стрелку и выбираю Установить пароль. Здесь нужно придумать и напечатать индивидуальный пароль для этой отдельной папки. Ввожу пароль. Здесь снова этот же пароль. ОК. Здесь немного некорректный перевод. Правильный будет пароль задан. Нажимаю ОК. Если закрыть программу и снова открыть, то сначала нужно ввести пароль для входа в программу. Программа открылась. Как видим серый замочек, программа покрасила в золотистый цвет. Если нажать Показать на строке с серым замком, то папка сразу открывается. Если нажать Показать на этой строке, то программа требует ввести индивидуальный пароль, который я только что задал. После ввода индивидуального пароля папка открылась. Таким образом, каждую папку или файл можно защитить двумя паролями. Программа позволяет скрыть файлы и папки на флешке. А точнее, всё, что лежит на флешке. Подключаю флешку. Запоминаем букву, присвоенную флешке. В моём примере это буква Е. Если назвать её по-русски. В программе нажимаю Скрыть USB. Программа предлагает Выбрать USB диск. Если флешек будет подключено несколько, то можно будет выбрать нужную, нажав на эту стрелку. Здесь у меня только один вариант. Нажимаю ОК. Программа написала, что для защиты содержимого необходимо задать пароль. Нас спрашивают, мы хотим это сделать? Если нажать Нет, то папка просто будет скрыта на флешке. Давайте откроем Проводник. Флешка. Как видим, папку на флешке не видно. Если ввести пароль здесь или здесь, то это будет аналогично уже рассмотренному случаю, когда я делал два пароля для папки. Чтобы полностью отключить папку или файл из программы, нажимаем на стрелку напротив нужной папки, файла или флешки. Здесь выбираем пункт Показать папку. При этом соответствующая строка исчезла из списка, а папка или файл, который она скрывала, появились там, где они были изначально, на рабочем столе. Теперь эта папка не скрыта программой. Чтобы быстро отключить от программы весь список, можно сделать правый клик по любой позиции и выбрать показать все. При этом, если файл или папка были защищены индивидуальным паролем, как у меня, то для отключения нужно будет и его ввести. Ввожу пароль. Теперь все папки, которые я скрывал, не защищены программой. Коротко о настройках программы. Тем более, что их здесь совсем немного. Нажимаю на пункт настройки. Первая настройка минимизирует ярлык программы не на панель задачи, а в системный трей. Ну со второй все понятно. Это проверка обновлений. Можно снять ее или оставить. Это уже по вашему желанию. Далее настройка Добавить контекстное меню. У программы есть контекстное меню, но оно как-то работает некорректно. Иногда оно добавляет файл или папку в программу, иногда нет. Корректная работа контекстного меню мне добиться не удалось. Поэтому обращать внимание на эту настройку не будем. Далее Очистить историю файлов. Об этом я уже говорил. То есть программа очищает историю файлов, чтобы в проводнике вот здесь. Если у вас настроен, например, быстрый доступ, чтобы здесь не отображались названия секретных папок или файлов, которые вы открывали в программе, стоит эта галочка. Последняя настройка Сменить пароль. То есть если вы не забыли пароль, а помните его и просто хотите поменять, то для этого нажимаем Сменить пароль. Вводим старый пароль. Далее придумываем и вводим новый пароль. И подтверждаем, для чего вводим новый пароль еще раз. Нажимаю ОК. Проверяю. Пароль программы изменен. Я снова добавил в программу папки и флешку. Закрываю программу. Можно убрать со стола этот подозрительный ярлык. В принципе, можно как-нибудь его переименовать. Такое название, скорее всего, никого не заинтересует. Вырезаю ярлык. И вставляю его, например, в документы. Если теперь убрать ярлык и изменю Пуск. Правый клик. Дополнительно удалить из этого списка. Теперь программа не будет мозолить глаза другим людям, которые смотрят на экран вашего компа. Вы про свой компьютер все знаете и можете спокойно открывать программу из папки Документы. Поддержите это видео своими замечательными лайками. Ваши лайки мотивируют меня записывать видео на ту или иную тему. Подписывайтесь на канал, если еще не сделали это. Очень благодарен тем зрителям, которые регулярно ставят лайки и делятся видео с друзьями. Отдельная благодарность тем, кто поддерживает канал материально и подписан на дополнительный канал. Спасибо вам. Всем зрителям желаю здоровья. Меня зовут Евгений Юртаев. До встречи.